Историческое решение Молдова заявляет о возможности пересмотра нейтрального статуса и присоединения в Североатлантический Альянс. Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами? Должны ли мы стать частью Большого Альянса? И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс. Такие заявления звучат все громче на фоне развязанной Путиным войны в Украине. Явно Молдова ощутила на себе определенные угрозы и иногда даже ограничения, связанные с отключением света и ракетой пролетающей. Над их территорией. Разбираем и анализируем вместе, реально ли присоединение Молдовы в НАТО. Как это реализовать и как при таких раскладах будет выглядеть новая карта мира. Развязывая войну в Украине, Владимир Путин указывал о нежелании России касательно расширения НАТО. Вот только пропорционально военным поражениям российской армии еще вчера нейтральные страны начали работу о присоединении к Альянсу. Первыми такие заявления, а впоследствии реальные шаги мы увидели от Швеции и Финляндии. И именно развязанная Путиным война укрепила понимание мирового сообщества о необходимости будущего Украины именно в составе НАТО. Здесь показательно заявление не так давно Генри Киссинджера, который поменял свое видение судьбы Украины в дальнейшем. Вот это он озвучил по видеосвязи в Давосе и сказал, что он поменял свое мнение, что Украина не должна быть нейтральной, а должна вступать в НАТО, потому что ее нейтральность просто утратила смысл. Вот я бы тут сделала определенную тождественность, что, возможно, и нейтральность Молдовы утратила свой смысл. И самое важное – это безопасность в регионе. Сегодня о намерениях пересмотреть концепцию безопасности заявляют и в Молдове. Майя Санду подчеркнула, что хотела бы, чтобы этот процесс был демократическим. То есть нужно понимать замеры общества и насколько все-таки граждане Молдовы готовы к этому шагу. То есть сменить свою нейтральность на вступление в альянс. Молдова – мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в оборонный сектор. Что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и не имеете возможности защитить себя. А это неправильно. Важно понимать, что нейтральность Молдовы закреплена Конституцией. И власти страны дают понять, что последующие решения будут приниматься исключительно волей ее граждан. Если мы говорим о референдумах и подготовка к референдуму, она занимает не меньше полугода. Именно информационная кампания для того, чтобы у людей, которые будут принимать участие в национальном референдуме, сложилось какое-то мнение о том или ином вопросе, который выносится. Одним из вариантов определения будущего может стать всеобщий референдум. Но и здесь есть свои угрозы. Важно понимать, что в Молдове активно продолжает работать российская пропаганда с населением. И, возможно, если мы говорим о том, что замеры или какие-то референдумы, или хотя бы сначала социологии будут проводиться и узнать настроение граждан, они могут быть под воздействием все-таки пропаганды российской. А значит, надо либо, скажем так, зачищать информпространство от зловредной российской пропаганды, либо работать разъяснительный процесс. В то же время аналитики обращают внимание, что громкое заявление Молдовы прозвучало не просто так. И, скорее всего, работа о присоединении страны в альянс уже началась. Определенные переговорные процессы идут. И ссылались даже на то, что министры Молдовы встречались с представителями НАТО и ведут определенные переговорные процессы. И в таком случае впереди колоссальная работа. К примеру, мировая практика подготовки к референдумам в среднем занимает не менее полугода. Эти вопросы решаются на храпу. Если будут доминировать настроения в обществе все-таки о вступлении в НАТО, тогда надо будет разговаривать о каких-то процессах, скажем так, усиления политической части. Ключевым выводом является тот факт, что российская агрессия ускорила мировое сообщество в принятии исторических решений. Решений держаться как можно дальше от деспотического агрессора, которым сегодня для цивилизованного мира является Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова